друзья всем привет сейчас вы увидите видео с автосалона автобай пожалуй это одна из крупнейших автоплощадок в городе минске находится это все недалеко от станции метро борисовский тракт а именно адрес их не это проспект независимости 163 в данном автосалоне можно приобрести был автомобиль в кредит или в лизинг в общем все ссылочки на данный автосалон я оставляю под видео в описании ребят проходите смотрите ознакомьтесь вы давайте смотреть видео собственно с данного автосалона всем приятного просмотра ребята сразу первый автомобиль это рено лагуна 1 и 9 дизель 2003 год на механике 3650 долларов просят за данный автомобиль на литых дисках неплохая кстати еще резина хотя и летняя как вам вот такая вот малолитражечка 1.0 бензин 2014 год 8450 долларов прикольный автомобиль кстати она четырехдверная то есть интересный такой городской экономичный автомобиль смотрите кстати неплохая комплектация кожаный салон 5-ступенчатая механическая как я уже сказал коробка передач но очень интересные автомобили кстати состояние очень даже визуально неплохое но хотя это и понятно все-таки 2014 год еще достаточно свежий здесь opel zafira второго поколения но кстати 2012 год и это двухлитровый дизель то есть двухлитровый дизель уже ну такой достаточно неплохой автомобиль с двухлитровым мотором на механике 12 тысяч пятьсот девяносто девять долларов прикольная на самом деле машина полноценный ребят семейный полноценный семейный минивэн на шестиступенчатой механике салон ткань ну и состояние кстати очень даже в общем выглядит он совсем даже неплохо можно видеть три ряда сидений то есть сзади есть ремни скорее всего даже не скорее всего в полу слаживаются сиденья оригинальные литые диски зимняя резина шипованная здесь mazda 6 универсал на оригинальных литых дисках салон ткани автоматическая коробка передач 2006 год 2 литра бензин и просят за нее пять тысяч шестьсот девяносто долларов бмв x5 семидесятом кузове 2009 год 35 дизель автомат 16 999 долларов давайте откроем посмотрим ну понятное дело ребят бмв x5 хорошая комплектация кожаный салон ну кстати состояние кожи еще совсем даже неплохое хундай санта фе второго поколения 2 и 2 дизель 2008 год на автомате 11 тысяч шестьсот пятьдесят долларов тойота превия девяносто седьмой год газ бензин на механике 2490 долларов велюровый салон ну три ряда сидений то есть полноценный семиместный минивэн ну тут даже ребят на восемь человек при желании бы села opel омега 2000 год 2 и 2 газ бензин 2450 долларов универсал из нюансов треснуто лобовое стекло велюровый салон механическая коробка передач рено дастер двухлитровый бензин на оригинальных литых дисках 2013 год 2 литра как я уже сказал бензин на автомате восемь тысяч четыреста девяносто долларов opel corso 2007 год на механике 14 бензин 4650 долларов как я уже сказал ребят механическая коробка передач салон ткань ну для 2007 года в принципе состояние соответствует здесь додж додж калибр двухлитровый бензин 2007 год на автомате четыре тысячи четыреста пятьдесят долларов салон ткань mazda mpv трехлитровый бензин 2004 год на автомате пять тысяч четыреста пятьдесят долларов давайте откроем посмотрим велюровый салон ну ребят опять же понятно что немножко уже потертый салон вот эти вот подлокотники но надо учитывать что автомобиль уже далеко не новые какие-то нюансы когда вы покупаете не новый автомобиль они всегда обычно присутствуют ну в целом состояние визуально опять же неплохое здесь mazda 626 turbo дизель японцы у них не как правило у японцев неплохая ходовка но вот кузова у них конечно как правило слабоватый велюровый салон ну и ценник ребят смотрите 2000 год 2 литра дизель 1890 долларов скажем так не самый высокий далеко citroen c3 2010 год 1.6 бензин на автомате 5650 долларов citroen c3 picasso такой небольшой маленький минивенчик 2009 года 1.6 бензин на механике 5950 долларов давайте посмотрим как автомобиль выглядит в салоне салон ткань состояние салона еще за очень даже ничего потолок чистый без каких-то видимых притертостей загрязнений еще один хундай санта фе второго поколения на кожаном салоне автоматическая коробка передач так ребята ценник наверно ценник упал давайте посмотрим санта фе 2009 год 35 бензин на автомате 11 тысяч 150 долларов subaru outback 2000 года 2 2 5 бензин на механике 3790 долларов opel astro 2015 года это универсал 1.6 дизель на механике 10 тысяч 650 долларов давайте откроем посмотрим шестиступенчатая механическая коробка передач салон ткань ну опять же ребята очень очень она неплохо выглядит внешний вид конечно ну опять же скажите вы что автомобиль то 2015 года то есть автомобилю по по факту еще может быть даже и нету пяти лет также на оригинальных литых дисках резина летняя но достаточно еще неплохая польсваген пассад cc 2012 года двухлитровый бензин на автомате 13 тысяч 450 долларов стоимость данного автомобиля на оригинальных литых дисках хорошая комплектация можно видеть кожаный бежевый салон на автоматические коробки dsg но опять же состояние салона на высоте здесь нитсубиси каризма 98 год 1.8 бензин на механике 1950 долларов салон ткань следующий хундай 2014 2004 ребят года 1.3 бензин на механике 3450 долларов за него просят давайте сейчас наверно немножко ускоримся потому что достаточно большое количество автомобилей здесь хундай элантра 99 год 1.6 бензин на механической коробке передач просят за нее 1999 долларов ребята а вот он deo matis 900 кубовый 2007 года на механике 2450 долларов просят за вот этого чуда здесь гроза бездорожья джип гран чироки 2002 года 2.7 дизель на автоматической коробке передач 8450 долларов стоимость данного автомобиля митсубиси pajero 2001 года 3-х литровый бензин на механике 5450 долларов смотрите ребят кожаный салон кстати вот чего интересно что состояние салона конечно потертости присутствуют но все-таки для 2001 года учитывая что автомобиле 19 лет состояние салона очень даже ничего так и в целом сам автомобиль тоже выглядит неплохо для 2001 года здесь opel corso 2002 года 1.0 бензин это трехдверка на механике 2450 долларов так здесь ценник наверно замело снегом ребят снега у нас нету но чисто ночью сегодня и рано утром немножко он шел правда можно видеть уже почти все растаяло hundai sonata 2003 год 2.5 бензин на механике 3350 долларов здесь опель омега универсал так ребят ценник 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 ценника нету land rover 2008 года 2.2 дизель на механике 9990 долларов на оригинальных литых дисках хорошая резина вот в целом нравится мне такие машины благо вот у данной модели состояние визуально очень даже неплохое шестиступенчатая механическая коробка передач салон ткань давайте посмотрим с другой стороны но выглядит очень даже неплохо здесь ford k и тоже наверно без цены ребят да нету нету ценника на него а здесь смотрите какая-то сайпа тиба 2015 года 1.5 бензин на механике это седан 3250 долларов ребят вот напишите страна производитель данного автомобиля ну наверное какой-нибудь казахстан может быть велюровый салон механическая коробка передач ну что мне кажется что какой-то наверное казахско-узбекский ну что-нибудь в этом роде здесь nissan x-trail салон ткань механическая коробка передач так а по цене сейчас мы доберемся до нее 6950 долларов 2.2 дизель 2004 год еще один джип гран чироки 2001 года 4.7 бензин на автомате 5450 долларов вот он настоящий ребят американец гроза бездорожья ну кожаный салон видно что уже все-таки годы его не щадят еще состояние салона ну наверное для 2001 года более-менее но можно видеть водительское сиденье конечно есть потертости ну а в целом конечно вот это вот натуральная толстенная кожа классный автомобиль пежо 307 универсал ну кстати ребята недавно я покупали ну помогал купить такой автомобиль моему родственнику только там комплектация получше была 2007 год 1.6 дизель на механике 5750 долларов здесь старый фиат фиат типа 95-го года 95-го года 1950 долларов за него просят 1.4 бензин на механической коробке передач 5950 долларов крайслер 300 м 99-го года 3.5 бензин на автомате 2999 долларов Здесь Renault Megane в рестайлинге 2002 года, 1.9 дизель, это универсал, 2850 долларов. Ребят, на самом деле на этой площадке достаточно большой ассортимент автомобилей. Здесь Skoda Octavia 2015 года, 2 литра дизель на механике, 12850 долларов. Такая неплохая Skoda. Смотрите, шестиступенчатая механическая коробка передач, салон, ткань. Но опять же, 2015 год. Автомобиль, конечно, состояние, внешний вид, очень даже ничего. Но опять же, ребят, 2015 год, автомобилю еще скорее всего, хоть сейчас 2020 год, но все-таки начало года, автомобилю скорее всего еще 4 года. Пяти еще нету, полных лет. Понятное дело, что свежий. И состояние, скорее всего, очень даже ничего и в техническом плане. Citroën Psara, универсал. 99-й год, 1,8 бензин на механике, 2650 долларов. Honda Civic 2001 года, 1,4 бензин на механике, 3150 долларов. Toyota Avensis 2001 года, на механической коробке передач, 1,8 бензин, 4250 долларов. Toyota Camry, 2007 год, 2,4 бензин на автомате, 9450 долларов. Третий Golf, 96-го года, 1,6 бензин, пятидверный на механике, 2150 долларов. BMW 525, 2002 года, это седан в 39-м кузове, 2,5 бензин на механике, 4590 долларов. Opel Astra 2001 года, 2-х литровый дизель, на механической коробке передач, универсал, 2,990 долларов. Peugeot 408, 2012 года, 1,6 бензин на механической коробке передач, 7350 долларов. Здесь, Seat Ibiza 2001 года, трехдверная, 1,9 дизель на механике, 2650 долларов. Mazda 626, Amerikos, 2-х литровый бензин на автомате, 99-й год, ребят. 21 год автомобилю, 2450 долларов. Опять же, внешний вид для 99-го года, в принципе, выглядит она неплохо. Кожаный салон, ну, понятное дело, ребят, 21 год, салон, состояние уже не самое лучшее, но тем не менее, автомобиль выглядит, еще внешний вид совсем даже неплохой. Ford Focus, универсал. Так, ребят, по деньгам, 2001 год, 1,8 дизель, на механике вижу, 2,990 долларов. Салон ткань. Renault Megane, 2011 года, 1,5 дизель, 7,490 долларов. Мазда 626, старая, 89-го года, 2-х литровый бензин, 1550 долларов. Здесь Renault Laguna, 97-го года, 2,2 дизель, универсал, на механической коробке передач, 1690 долларов. BMW 520, 2-х литровый бензин, на механической коробке передач, 3650 долларов, универсал. Пыжик 406, до рестайлинг, ценника нету, ценника, к сожалению. Здесь Renault Scenic, 1,9 дизель, 2002 год, на механической коробке передач, 3950 долларов. Toyota Yaris Versa, 2002 года, 1,3 бензин, на механической коробке передач, 3150. Passat B4, 95-го года, 2-х литровый бензин, на механике, универсал, 2590 долларов. Subaru Outback, если я не ошибаюсь, но, ребят, ценника нету. Renault Laguna, в универсале, 1950 долларов, 1997 год, 1,8 бензин, на механической коробке передач, с велюровым салоном. Ребят, на этом все, не забываем поставить под этим видео лайк, если вы не подписаны, подписаться на канал. Всем удачи на дорогах, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok